здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и мы продолжаем знакомить вас нашими талантливыми исполнителями и с теми людьми которые их делают таковыми и все они живут здесь нашим городском округе люберцы но если быть точнее то речь пойдет о максиме лассо вокалисте учащимся детской школы искусств номер пять тамилина который пришел к нам сюда в студию вместе с преподавателем хоровых дисциплин еленой никитиной естественно тоже преподавателем детской школы искусств номер пять все того же тамилина здравствуйте здравствуйте я скажу почему вас пригласили потому что всегда хорошо когда у нас растут таланты а еще есть у нас повод вы принимали участие в конкурсе посвященному гагаринском конкурсе да расскажите как это все происходило начнем с вас как с участников какая задача стояла но прежде всего хочу вас поблагодарить то что мне пригласили это огромная для меня честь спасибо хорошее начало для будущей звезды здорово так ну а теперь о конкурсе ну а конкурсе получается но мы специально для конкурса песни учили мы учили песню он сказал поехали тренировались на этой песне нет так какую мы изначально взяли песню я возьму этот большой мир это из кинофильма кассиопея песня была специально выбрана до для этого конкурса то есть нам на школу пришло положение которое мы почитали изучили и решили в третьей номинации там в свободная форма поучаствовать и мы выбрали песню и вот я сразу такой вопрос максим вы все-таки певец и будете еще надеюсь певцом и в будущем уже профессиональным может быть уже придет время когда вы будете выбирать песню персонально все-таки когда вы чувствуете что песня становится вашей вы же сначала берете до произведения тем более вы учитесь она же может прим ну там трудно исполнить или как-то текст плохо много всяких факторов когда вы почувствовали что все я эту песню знаю как петь я ее спою лучше всех так сложный вопрос да нет но получается во время репетиции когда мы эту песню получается репетируем собственно говоря но я когда я начинаю петь но не на я понимаю когда мне нравится какую-то песню петь я начинаю раскрывать свой голос я начинаю но чувствовать себя спокойнее намного и подождите вам помогает так когда вы уже как у себя дома тоже бывают же сложные но мы же все понимаем что такое там музыкальная школа или когда там сальфеджи когда заставляют вот до невозможности а тут уже надо на конкурсе надо выступить нужно показать все свое мастерство и мастерство своего голоса безусловно до таланта и плюс то что преподаватели еще вкладываю вот есть отличие между тем что ну по программе идет условно говоря вот надо спеть какой-то набор песен когда конкурсу человек готовится это сложнее это ответственнее я бы так сказала конечно это такое путь он нелегкий потому что это кажется что так легко нам сделать песню это большой путь это от выбора репертуара до раскрытия образа этой песни и задумки самого композитора но это ж надо еще вот ребенку объяснить что композитор то задумал или он сам уже понимал ну конечно мы не просто берем песню мы понимаем когда она была создана для чего она была создана кем она была создана почему она была именно тот момент созданный да и для кого для какой аудитории и плюс наверно же еще все таки голос я так понимаю что вас баритон про естественно что репертуар у нас подбирается под тот голос который мы имеем под от диапазон голоса который учащегося и смотрим конечно же по стилю по подаче как она подойдет и она не подойдет вот эта песня вот естественно что-то него баритон и мы послушали много в интернете записи что до баритон красиво справляется с подобным произведением и мы я попробовала ее сделать с максимум не то я вот что-то подсказывает из я конечно пою только в караоке вот это редко но мне тоже помогали лишь у меня баритон но с точки возможно я слышу да это другая история максим конкурс вы стали участником какая-то ответственность была переживали или шли с ощущением мы всех тут победим и все и все победа за нами вообще такое прямо было только настроение но я немного нервничал до конкурса вот во время выступления чувствую себя спокойно вот это правильно между прочим все звезды так они нервничают настоящими актеры звезды они нервничают до а потом уже деваться то некуда как говорится рот открыл и все все аплодисменты были конечно вот аплодисменты всегда не обманешь себя то есть хорошие были аплодисменты но мама хлопал конечно маму-то хлопает я думаю всегда всегда хоро а вот когда люди которые не не ну неизвестные хлопают это же ответственно да да хлопали конечно хлопать и знал хлопал справился все как как это основные задачи он справился будет еще много конкурса будет много задач какие у вас сейчас дорога творческие планы у нас творческие планы но у нас обязательно всегда идет участие в мероприятиях которые делает школа и у нас сейчас планируется отчетный музыкальный отчетные школы музыкальный концерт да который будет в этом году проходить в люберецком дворце культуры 28 апреля 18 30 совсем скоро то есть мы приглашаем во всех желающих посетить наш концерт и звезд ознакомиться с нашей школы увидеть наши какие-то результаты которые мы наработали за течение этого года учебного ответственность для вас а будете петь что-то тоже максимально мы будем петь песню магома магомаева синие вечность того что мы можем сказать больше что он стал победителем у нас на важном конкурсе в красково который проходил буквально где-то наверное месяц назад примерно у него уже какие-то победы есть у максима то есть это песня магомаева самая любимая которая советское время особо она не афишировалась так скажем почему-то потому что не совсем про партию комсомол сейчас да действительно и она очень сложна для исполнения там очень много моей души должно душа и достаточно большой диапазона и да и можно пойти к грице и влево и вправо и вверх и вниз до куда вы тут уже как преподаватель и самое важное вот максим сейчас очень такой провокационный вопрос вот вы же многих артистов видите да вам кто нравится которые вот сейчас вас ну или в вашем же скажем классе моем классе на кого хотели в классе имеется где вы учитесь среду в вокальном этом направлении на кого-то хотите быть похожим ну как раз макомаев магома это ну это такое стремление но вы же понимаете что каждый должен быть индивидуальным до что надо быть похожими на себя прежде всего конечно вот вы когда поняли что я вот умеют что-то такого чего не умеет другой мальчик который не то чтобы это он там когда запели то но мама мама помогла запеть нет получается мне 12 лет ломка началась так я вообще петь прекратил на какой-то определенный период 12 пели ну до 12 пел и записался музыкальную школу я с шести лет музыкальной школе я сначала выбрал класс фортепиано но потом с восьми лет я все-таки еще записался на класс но и за что подыграете себе да конечно такой и поэтому то ли немножко поэтому и стремление к макомаеву собственно говоря вот и получается в прошлом году мой голос приобрел необычное звучание которое очень понравилось моему слуху и я решил установить свои уроки я не посчастливилось заниматься у прекрасного профессионала от моего любимого педагога никитина елена владимировна есть все звезды сошлись вместе да очень здорово но я должен сказать что вы сами того не знает а тоже одна из моих любимых песен как это не парадоксально вот еще такой вопрос вы на сегодняшний день это вопрос и максиму естественно вам как преподавателю а вы чувствуете же вы можете стать певцом что-то может стать вашей профессии там не плотником не учителем не вы не знаю там не бизнесменом каким-то а именно певцом или это пока проба пера глади как есть но вообще чувствую что могу стать в гонист вот это очень важно а мне хочется верить то что он будет вокалистом наша такая должность преподавательская что мы верим уверен в каждого ученика который у нас учится наша задача раскрыть талант или насколько я знаю что каждый второй человек он считает что он умеет пить а это так а поют все только одни попадают немножко но то другие не попадают вы вы видите что практика показывает что даже тот кто не попадает они тоже поют душой и сердце душой но я к чему веду что вот ваша работа как преподавателя ведь талант же шум же должен быть еще огранен как у нас говорят да ведь это серьезная работа мало кто знает просто от у меня я учился в гитсе я видел как ребята тренировались распевались это но один из самых сложных таких ну узкого профессиональных упражнений до для голоса до работы с грудной клеткой вот эти все там опоры вот мы там техника речи занимались для певцов это отдельность вот насколько это сложная профессия насколько она для ребенка ребенок может выдержать потому что как ни крути а пока что еще максим у нас маленькой как вы с ними находите ведь я уже сможет когда не хочу я устал не говорит такого нет слава богу у меня достаточно большой класс на хоровом у меня больше двадцати пяти человек и как бы такого в моей слава богу практики моей работе нет дети все любят петь и они бегут на бокал и для них это какая-то отдушина они с удовольствием изучают репертуар композиторов детских когда они становятся старше они изучают более взрослые репертуар романса песни то есть им это интересно но они получают что они будут до чего нет и у них есть всегда цель к чему они идут они понимают что если он хорошо подготовиться если у него хорошо получится то педагог где-то его покажет а если он очень хорошо постарается и он способный то педагог его куда-то выведет на какой-то конкурс мы участвуем во множество конкурсов районные областные межзональные все российские международные и наша школа она очень хорошо показывает результаты я скажу так вот был такой замечательный исполнитель певец иосиф кобзон у него был преподаватель и когда кобзону сказали что профессиональный пригоден будучи совсем молодым еще исполнителя то его преподаватель просто выгнал в москву и сказал иди поезжай в москву в столицу будешь там петь станешь человек так и получилось я к чему веду преподавателя много зависит а что зависит от исполнителя как он подходит к репетициям все ли он выполняет не мне судить как его было не судить вы работаете конечно дома надо еще работать управлять все это мы требуем как педагоги это делать это определенная причем каждому ученику у нас индивидуальный подход то есть кто-то может что это кто что-то кто-то не может это выполнять в силу своих вот максим скажите сейчас некоторые фото я тоже умею пить да сейчас да все хотят звездами быть ведь это тяжелая задача голос беречь голос то есть мороженого на не поешь так когда не мороженого можно поесть конечно чуть-чуть но чуть-чуть какие-то упражнения специально делаете конечно мы распеваемся получается мы тренируем диапазон нашего голоса мы стараемся не кричать вот кстати в актерской школе так и должно быть кричать не нужно надо чтобы вас слышали эта программа открытый диалог через некоторое время вернемся и продолжим наш разговор напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях вокалист учащийся детской школы искусств номер 5 тамилина максим лассо и преподаватель хоровых дисциплин этой детской школы елена никитина максим но вот предположим все хорошо пошла так взять жизнь музыкальная вы будете петь как баритон или рэпом займетесь не буду пить как баритон не это больше нравится да а вы сможете убедить зрителя что вот это пение и есть пение но мне кажется тут нужно будет что-то подключать из рэповому музыку современным не кажется и надо будет накладывать от как раз академический голос то есть симбиоз будете делать для того чтобы вот почему этот вопрос елена задаю потому что not они же маленькие особенно в такой возраст когда уже там 15 годам идет в 16 они все хотят вот пользоваться современными способами да ведь мы с вами знаем что там с музыкой иногда есть проблема что на искусственное с выговариванием буква уж про дыхание я не говорю вы какой-то симбиоз можно там потренироваться на какой-нибудь современной песни какого-нибудь исполнитель или только на классике тренируетесь локационный вопрос я понимаю но если брать мою педагогическую деятельность это больше классики у нас есть мы берем джаз джаз у нас есть репертуаре у некоторых детей они его любят да он не сложный потому что туда углубляться это это совсем другое направление да все таки у нас больше академического вокала ну и вот немного странного до внедряем это же что-то ищем в каком-то произведении какой-то песни чтобы что-то разнообразить какую-то изюминку сделать можем какие-то элементы туда и добавить еще чтобы это было по-новому звучание было более современные что-то новое было естественно что чтобы это было интересно как ученикам и так публике которая нас слушает но же молодежи конечно же максим а вот вы же понимаете что песню любую до известную тем более классическая из классического репертуара до исполнителей солистов вокалистов и и исполнила огромное количество людей то есть вы всегда можете послушать как особенно если это может быть там не русская не советская не российская заграничная песня и так далее потому что на них тоже наверное нужно тренироваться возвращаясь к магомаева он тоже это любил делать вы поете эту песню все-таки используя под кого-то или вы все-таки стараетесь ее сделать своей по-новому по по-своему и и пытаетесь показать но изначально конечно когда идет репетиция собственно говоря сначала копирую получается но исполнители мне нужно выучить мелодиями нужно понять как песня поется что он собственно слухом работаете коры работы с ахом то вот и же потом я вот начинаю провизировать как бы вот насколько правильно именно импровизация чтобы взять любую классическую песню сделать ее по-своему не так как это может быть в канонах написано но исполняя ее правильно но какая-то друг другую душу вкладывать это приветствую вообще копировать кого-то или что-то это вообще не приветствуется ну мы каждый человек индивидуально обладает своим тембром своей индивидуальностью голосовой вот нужно услышать эту индивидуальность и именно в произведении это показать не то что кто-то когда-то что-то а именно действительно по-своему и это не будет это не это все равно будет несравнимо можно так развернуть произведение интересно опять же какие-то элементы вставляя или что-то какие-то украшения те же добавить или там но какую-то специфику такую добавить что это будет интереснее даже чем предыдущего исполнителя мне кажется да это же еще от возраста зависит потому что чем взрослее становится человек чем за но с большими жизненными радостями и горестями встречается сталкивается по-другому на это смотрит потому что я прекрасно помню что я обожал слушать высоцкого будучи с одну прям даже моложе вас скажем так я половина не понимал о чем идет речь но это же энергетика сумасшедшая это же ощущение что тебя приковывают внимание гол причем я и тогда понимал что это не пение вот в том классическом понимании это какие-то законы биологические вот как вы относитесь как преподаватель к энергетике и пользуется ли этим максим для того чтобы не просто исполнить песню правильно по нотам чтобы пошел какой-то луч к зрителю чтобы прочувствовать ту энергетику которая была задумана в песне или вложить в нее свою я думаю что второй вариант он более вложить нужно именно свою именно свою энергию энергетику тогда наверное она будет как-то действительно звучать по новому по-своему и в новом каком-то звучании для зрителя максим а когда вы собираетесь записать свой первый альбом для начала я хочу научиться аккомпанировать себе а потом уже все аж то есть вы хотите не делиться сразу с композитором что самому себе и ранее же а песни никогда не пытались писать конечно пыталась и стихи боюсь тоже попытались боюсь потому что все мы пишем такого года или начинаем писать стихи кажется что они гениальные так должно быть не пробовали все стихи писать пробовал мы не касались гениальными честно да ну вот молодец неправильно хорошо а музыку какую пишите но больше классическую как раз больше подмогома его но вообще больше но попса все равно и все-таки он конечно понимаете что там ну прядь и я конечно не преподаватель но я понимаю что самое важное сейчас получить норму то чего нет ни у меня ни у кого здесь в студии кроме вас да у вас есть преподаватель который рассказывает как должно быть то есть опять же как джазовая импровизация потом можете уйти чуть-чуть в попсу куда угодно но вы всегда знаете что я могу петь вот так есть замечая сейчас как как преподаватель выступая два слова скажу вот есть пикассо да он рисовал писал самое что только там не было но есть картина где изображена его супруга вот просто как фотографии но он хотел рисовать всякие нас и до кубизм и так далее потому что ему так хотелось но он горюх ребята но если вам нужно будет я обязательно сделаю идеально сто процентов вот для школы искусств что важно вот эту норму дав человека вложить или все таки дать ему возможность развиваться как он захочет понимаете зачем я понимаю и это правильно это правильно если мы будем давать возможность и вообще если ребенок будет обладать таки таким талантом такими возможностями что ну наверное мы должны тоже побуждать это желание чтобы он мог как-то себя проявить и выразить так как-то по-своему и сейчас вот наше время это очень актуально и важно чтобы это как это проявление это этого проявления было как можно больше наших детях я поддерживаю эту импровизацию это его именно видение который с которым он может поделиться со зрителем с кем-то да я согласна а вот зритель для вас сегодня максим он вам больше все-таки мешает знаете когда выпаду в как в кабинете до пронизации в классе поете до преподавателю вы уже знаете вот тут я не очень успел сейчас она меня будет ругать здесь нормально тут как бы а сегодня у меня плохое настроение и так далее а завтра не день рождения мне вообще не до этого а это одна история тут вы выходите на зрителя вот вам зритель чего мешает или помогает наоборот помогает я на выступлениях по лучше чем на репетициях я не знаю мне очень нравится что вы получаете от зрителя я получаю энергию но я и отдаю я собственно вот это вот сейчас вот поразительно да такой молодой а так правильно говорит потому что нельзя просто давать энергию если она не возвращается значит что-то идет не так а если вы не отдаете энергию то вообще катастрофа полно это будет стена что зрителям я вот всегда говорю что звезда отличается от такого же человека исполнителя тем что он не может не петь у нас масса таких есть людей в разных форматах до баритоны и как вы говорите в попсе и джазовой музыки вот но это люди которые живут этим и когда они выходят на сцену они благодаря этой энергетике ну знаете вот как омолаживаются вашем случае наоборот возмужение идет а вот а вам хочется выступить в зале но на стадионе например конечно вы сможете удержать стадион вот эти три-четыре минуты сколько идет песня что для этого надо максим а потом мы спросим этот же вопрос адресу имеления я думаю смогу держать а что для этого нужно уверенность ну и конечно же посмотрите вот вы выходите я вас не знаю я сижу до жду там не знаю какой-нибудь коллектив и будем называть чтобы никого из них не обижать что они по сравнению с нами правда вот выходит максим никто не знаешь маленький мальчик какой-то вышел вот это самое сложное потом вы начинаете петь не сдрефить и нет нет уверенность конечно я пойму но тут получается в экстренных ситуациях все равно может начинать работать быстрее как бы хочется наоборот выжить я вам сейчас да да и он прям щас даро это важно хорошо вот этот психологический момент ведь но мы знаем много действительно даже сегодня существующих звезд разных категорий у которых вот есть какой-то до сих пор я со многими общался и вот страх что что то пойдет не так четко должен понимать ребенок ему об этом конечно говорит и настраивает его изначально педагог потом когда он становится старше он сам уже это дворья преодолевает он должен понимать для чего он туда идет зачем он туда идет как он ставит цель что он хочет от этого получить что он может дать взамен зрителю во-первых это настрой и страху там конечно нет совершенно никакого места и это четко ребенок должен понимать просто если ребенок боится и если вообще человек боится сцены там просто делать нечего он должен с ней подружиться с этой сцены и и жить там его лучшее место он должен понимать что тот кто его слушает это его друзья и они его ждут и он их тоже ждет также эта встреча должна быть воюдно естественно что по максимуму должен быть настрой что я сейчас раскрою себя я покажу все свои вокальные данные я поставленную задачу написанную например композитором выполню я раскрою песню по максимуму я должен понравиться к сожалению время нашей встречи подходит концу максим я очень надеюсь что когда-нибудь эта программа сегодняшняя будет стоить очень больших денег потому что это будет одно из ваших таких первых интервью а вы уже с высоты своего звездного полета будете смотреть и когда слезит слезится глаз что называется я надеюсь что и елена тоже на это рассчитывает максим а чтобы вы пожелали себе вот в будущем когда вы уже будете петь по-настоящему вот из всего своего сегодняшнего возраста не волноваться спокойствие ну и и счастливым вот мы вырежем это на память давай нас чтобы вы пожелали максим и всем от ребятам которые сейчас такой возраст когда многое хочется есть возможности ваша помощь я бы хотел прежде всего чтобы их желание и возможностей и их мечты пусть это будет и вокальном направлении может быть это будет иного не в вокальном но чтобы они реализовывались и то что они делают доставляло удовольствие прежде всего но я как педагог конечно в душе у меня есть такая надежда что они у меня будут обязательно звездами может быть где-нибудь когда нибудь кто-нибудь опять же да как там в песне да о море-море преданным скалом да спасибо большое у нас гостях максим лассо кстати фамилия шикарная мне кажется уже или как говорят псевдоним в творческой среде да не нужен псевдоним мы желаем вам успехов маме вашей которая сейчас следит за тем что здесь происходит она тоже молодец потому что помогает вам в этом всем вашим родным близким друзьям и конечно же вам елена тоже огромное спасибо вот какой-то ха ха хороший энергетический эфир мы же тоже подпитываемся тут спасибо большое что пригласили приятная атмосфера спасибо большое как говорится с песней по жизни мы завершаем сегодняшнюю программу открытый диалог до свидания спасибо за просмотр! Продолжение следует...